Дарова всем, ребята, Акин, ДПК на проводе, и прямо сегодня я зашел на аккаунт Тиктака, и что же там будет, это просто лютейший трэш. Ну а также, ребятки, я нахожусь не просто так на скине статтрека в МГенезис, я хотел бы его подарить вам, вам надо всего лишь поставить лайк, подписаться на мой канал и написать любой хороший комментарий. Ну что же, а мы идем дальше. Акин, ДПК на проводе, и да, это новый аккаунт Тиктака, прямо сейчас будем смотреть, что же интересненькое мы тут видим. Первое что я вижу, это новая идея, все как положено, дальше вижу аватарочку, Тиктак пытается напрячь свою бицуху, но ребята, Окин Тата побольше, ёхо-то-рапай. Ну что же, давайте обо всем по порядку. Смотрим на его профиль, как же он играет, как мы видим, все по нулям, тут, о, а тут мы видим у него КД 3.11, общая миллиария 22.9 часа. Ну, скажем так, не погано, в принципе, хорошая стата, так сказать, наполовинку одной ногой он уже киберспортсмен. Притом, посмотрите на его процент килового в голову, очень высокий. Как я, ребятки, вижу аккаунт, насколько новый, то что он даже не играл в ММ. Ну что же, теперь давайте посмотрим на его приглашение в клан, потому что у него целых 16 запросов. Так, давайте, ребят, подберем подходящий клан для Тиктака. О, Чебурашка-ля, ну это прям идеальный клан для Тиктака. Так, ну что, ребята, прямо сейчас посмотрим, у него, у него 1900 заявок, друзья, обалдеть. Дальше я вижу какого-то парня с клана Маслята с ником Хейтера, а кто это такой? Чего это за Хейтер такой с ником Хейтера, ёлки-палки-то, надо будет его удалить. Нам Хейтеры не нужны. Так, ребята, теперь мы почитаем личные сообщения. Ну что же, Тиктаку предлагают сыграть дуэльку на 2000 голды или Тиктак зассал? Ну, конечно, напишу, я, напишу, я зассал. Ну, ребят, ну а как же по-другому? Тиктак, привет, в один-один на нож, я не понимаю, почему бы все его вызывать на дуэль? Это просто трындец какой-то. Напишу, я с мубами не играю. Ха-ха-ха, привет, привет, привет. Тут просто напишем парню привет, я думаю, он будет рад. Приветик, приветик, приветик. Так, что ему пишут? Добавь, друзья, лох-нубик. Мне вот интересно, братан, ты действительно думаешь, что после того, как ты его назвал лохом и нубиком, он тебе добавит друзья? Да нет, конечно, он тебя наоборот заблокирует. Мы прямо сейчас заблокируем, парни, давай, до свидания. Ну а прямо сейчас мы, ребятки, зайдем в инвентарик. Бу-га-га! И что же мы тут видим? Мы тут видим единственный только ножик под названием M9Bionet Frozen. К сожалению, это все, что есть у Тиктака. Также мы видим МП-систему провод. Это все, больше у Тиктака ничего нема. Но, ребят, у него есть 1200 голды. Сразу поправочка! Эту голду дал я ему. Вот пруф и вот история. Кент, пока купил у него скин за 1600 голды, ему пришло числами 1200 голды. И прямо сейчас мы, ребятки, купим 12 кейсиков и попытаемся Тиктака немножко прокачать. А то у него вообще нубский инвентарь. Короче, давайте так. Я куплю всех кейсов по 3 штуки. Ну а теперь, дамы и господа, просто посмотрите на этот инвентарь уже гораздо посимпатичнее, чем больше было до этого. Потому что у него был только один ножик и все. Ну че, ребята, погнали! Будем открывать сверху вниз. Все как положено. Делаем бустин его любимые скины J2-Z2 Carbon. На МП-системпананы и на КР-наны. Его самые любимые скины. А, еще и Дробаш, как мы могли забыть. Ну че? Охалай, махалай Тиктаку, Аркана выпадает. Что же, выпадает-то? Первый разминочный кейс и Тиктаку выпал его любимый скин J2-Z2 Carbon. Окей, понял, принял. Давайте еще раз делаем бустик. Раз проворачиваем, два проворачиваем, три проворачиваем, четыре проворачиваем. Проворачиваем, все. Сейчас уже по-серьезски, по-нормальному. Должен выпасть крутой дроп для Тиктака. Ему выпадает АКР-наны. Место трека. Обидно, обидно. Честно скажу, признаюсь, очень обидно, ребят. Ну че, открываем последний Скорпион Кейс. Ну я скажу так, Скорпион Кейс, он самый ложной, потому что в нем самый дешевый дроп. Дело будет на АКР-дрэгон. И говорим так, АКР-дрэгон, давай, вот без проблем, пожалуйста. Ради Тиктака, ну выпади, ну елки-палки. Если Тиктак хороший мальчик, то выпади. Если Тиктак плохой мальчик, то выпади, Рарка. Так, 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 так. Ну Тиктак, ну елки-палки-то. Ну плохой мальчик получается Тиктак, да? Кейси же не врут. Так, ну шо, ребятки, открываем очередную Райвел Кейсик. И шо мы делаем? Делаем секретный буст на АВМ Енезис, на G-командо Флорел, на G-командо Лакшери. И хэштег успешная богатая жизнь. И нам выпадает... Опа! Опа! Блин, если бы еще и Статтрек, я бы прям рот открыл и был бы в шоке. Так, ребят, ну уже инвентарь, уже более-менее. Осталось еще, ну так сказать, нормальные скины выбить, и будет вообще инва. Так, ну чё, делаем буст на Рарке. Попытаемся обмануть кейси, ребят. Секретная тактика от Кента. Мы делаем буст на Рарочке, а выпадает Аркана. Смотрите, смотрите, я уже на опыте, я уже знаю. Ща по любасу выпадет Дезернил Драгон Статтрек! Да блин, ну вот я скажу честно, мне вот Дигл вообще никогда Статтрек не выпадает. Так, ребят, давайте, может, Фэбл Кейс какую-то откроем. Вот я открываю по порядку, выпадает один шлак. Так, Легаси, Легаси. Слушай, давай по-хорошему. Бабушка, бабушка, да? Это говорится Легаси, бабушка, давай. Просто хэштег бабушка, не подкачай. Бабуля, бабуля, бабухенцы. И так, 9 Фэбл, если Статтрек я доволен. Даже не Статтрек, вот это я понимаю. Блин, сделал аккаунт дик-так и хотел прокачать, а в итоге, ребят, посмотрите, а что выпало. Так, ну ничего, мы не расстраиваемся, мы не дезморалимся, потому что сейчас я проворачиваю MPBs. MPBs, давай хотя бы ты, ну хотя бы с тобой мы говоримся. Статтрек, Статтрек. Давай, родной, поехали. Нам выпадает, как вы думаете, что? Нам выпадает обратно этот проклятый дигл. Это трындец какой-то? Ля, ребят, я просто не могу, это просто реально какой-то, не знаю, какой-то аккаунт. Не такой, как у всех, ну не должно быть такого, ну трындец просто. Так, о, Dragon Glass. Вот этот нож мне очень часто выпадает, я очень надеюсь, что сейчас он меня тоже не подведет, пожалуйста. Dragon Glass, давай. Поехали. Dragon Glass, ой, пролетел, ой, пролетел, ой, пролетел, ой, пролетел. UMP, 45 шарк, да, ребят. Такая прокачка, что и так даже не заметит, что что-то изменилось. Но ничего, ребят, страшно, потому что, вы знаете, сейчас по-любому навалит. По-любе, по-любе, по-любе. Я кручу, 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 кручу. То сейчас выпадет Аркана. Если стрим снайпер, то выпадет Аркана. Сейчас мы, ребят, узнаем правду про тик-така. О-о-о-о, почти Аркана. Блин, выпал Эпик. Ну, значит, он наполовину стрим снайпер. Ха-ха-ха. Так, ну что, осталось два фейбл кейсика, ребят. Ну что, давайте, такой мини-бустик. Раз. Два. Три. Все, по-любе. Выпадает. По-любе, 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 по-любе. По-любе Легаси. И G22 Starfall. Вот это да. Так, ну что, ребят. Надежда умирает последней. Поэтому прямо сейчас открываю последний фейбл кейс. Держу кулачки. Надеюсь. Закрываю глаза. И верю, 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 верю. Сейчас открою глазки. И там будет Аркана. Ну, увы, там 5-7-так. Ну, тик-так, извини за такую прокачку. Я реально хотел как лучшего. Но, к сожалению, удача была не на твоей стороне. Но вы, мои подписчики, прямо сейчас прожмите лайк. Подпишитесь на мой канал. И напишите любой хороший комментарий. Если вы хотите, чтобы я прокачал ваш аккаунт. И дал вам нож M9 Bayonet. Ну, что же. С вами был ваш Кентук. Всем удачи. Всем пока.